Много, много звонков, много продажей. Мы на продажу, на продажу есть, покупателей нет. То есть ситуация очень сильно на рынке изменилась. Многие из нас привыкли жить вот так вот понакапанно, все идет хорошо и гладко. Как только что-то меняется, что нужно делать в первую очередь, вкладывать в себя. Давайте посмотрим еще, поговорим о том, что вообще риелторская профессия и в чем ее ценность. Согласитесь, что оценщик может оценить объект без нас. Может? Может. Ипотечный брокер ипотеку завести в банки. Банки сейчас развиваются так, вот Дом Крик у нас фактически забирает половину наших услуг, уже готов и сам продавать, и клиентов, продавцов и клубателей зазывают. Правильно? Правильно. И так можно дальше продолжить. Мы сейчас боремся с агрегаторами, с Абита, который занял фактически все, да, и масса масс-маркетов, которые вот тоже, маркетплейсов, которые забирают у нас рекламу, объекты. А мы все отдаем, отдаем, отдаем. Да? Согласитесь? Так в чем ценность? Вот что осталось у нас, кто скажет? Зачем мы-то нужны к нашим покупателям? Экспертость, Ирина, совершенно верно, экспертность, все правильно. Экспертость, что это такое? Это знание рынка, это опыт, это предсказывание о том, куда он может двигаться, это динамика. И это, конечно, инвестиционная грамотность для того, чтобы мы могли клиенту правильно, грамотно порекомендовать. Он нас слушает, он идет за нами. Это очень здорово. А вот что именно, за счет чего мы это все делаем? Переговоры. О, да, за счет переговоров. Совершенно верно. У нас риелтор продает нам отличный переговор. Переговоры это что такое? Это поиск аргументов для того, чтобы убедить наших клиентов. И это, что еще? Умение вести переговоры. Для того, чтобы в массе клиентов организовать сделку, скоординировать, составить ее таким образом, чтобы получить вот это положительное решение. И вот навык переговоров, я вам скажу, можно тренировать. Можно тренировать его ежедневно. Единственное, что у нас Андрей Александрович как раз будет нам сегодня рассказать о методике, каким образом это практически тренировать. Потому что можно смотреть масса видеороликов в интернете, можно ходить слушать различных тренеров, семинаров, но это не работает. То есть 10 процентов 8 остается от того, что мы услышали. Самое главное происходит тогда, когда мы с вами участвуем в этом. То есть мы тренируем свой навык. Вот сегодня у нас именно об этом будет речь. Как вы, так как вы сюда пришли, можете найти для себя вот эту идею, этот клуб и начать с себя. Потому что вы знаете, что когда мы сейчас идем, а рынок бежит, мы за ним не успеваем. Нам надо не то, что стоять на месте и идти, нам нужно просто бежать. Давайте тогда знакомиться. У нас 26 мая будет проходить чемпионат риэлторских поединков управленческих в Калининграде, который организует уже несколько лет виде риэлторов России. Вячеслав Егоров и Вячеслав Гурюнов. Вы, наверное, может быть, кто-то слышал. Кто слышал об этом? О, слышали. Кто участвовал? Участвовали. Отлично. Вот это вот такая азартная система, которую уже несколько лет они создали. Ее проходит на федеральном уровне. В каждом городе в определенный график приезжают, проводят свои семинары, рассказывают об этом, рассказывают о системах. То есть это не только ваше участие, но это еще и обычный семинар, который Игоренов и Егоров проводят. 26 числа у них будут различные темы, начиная от скриптов, как провести холодный звонок, трех вариантов, в чем разница. Это будет Вячеслав Гурюнов рассказывать. Вячеслав и Егоров будут рассказывать 18 принципов ведения переговоров. То есть там для тех, кто не очень смелый, хочет просто прийти и познакомиться, послушать, что-то для связи вынести, вы можете посидеть и как зрители. Захотите участвовать в поединках, в управленческих уже переговорах, пожалуйста, это тоже можно сделать, но при этом можно и хорошо подготовиться. Я сейчас, давайте покажем ролик именно о том, как проходят чемпионат. Давайте сейчас. Но еще и тренировку, потому что вот эта практика, которая на играх происходит, вы потом ее применяете у себя на работе ежедневно. И именно это позволит вам делать больше продаж, тем более вот в этой ситуации, которая сейчас. Итак, Оксана, давайте начнем знакомиться с этой методикой. Андрей Александрович расскажет, что она из себя представляет, откуда. Раз. Сейчас, минуточку я представлю, потому что Андрей Александрович у нас очень скромный, а мне, чтобы представить, его нужно засчитывать, потому что наизусть это запомнить просто невозможно. Итак, встречаем. Многократный призер официальных турниров и действующий абсолютный чемпион Сибири по быстрой классической управленческой борьбе, переговорной поединке. Обладатель Кубка Твоей Борьи за наибольшее количество побед и Кубка лучшего секунданта за переговорные результаты моих курсантов. Специалист по сложным конфликтным переговорам, построению отделов продаж, конкурентных закупок и оперативному управлению персоналом. Итак, мы встречаем полевой Андрей Александрович. Здравствуйте. Надеюсь, у меня микрофон доработает до конца, но я, наверное, представитель, можно другой стороны. Значит, то, что вы видели на коротком интерпромете, я понимаю, такое интересное, но, скорее всего, непонятно. Соответственно, моя задача – получить, о чем речь, как это все и так далее. Значит, ну, помимо спортивных регалий каких-то, правда, очень интересно, бывает вообще, что заставило человека прийти в поединке, развиваться технологии. И слово, например, развитие, оно многим вообще непонятно, зачем развиваться. Вот. Соответственно, для меня, допустим, развитие обширанных, умение вести переговоры, сам в широком смысле слова, то есть решить абсолютный вопрос, конфликтный вопрос, как правильно, да? Либо не допустить этого конфликта, решить просто пользу, либо для своей компании, либо для себя, для людей, которые для себя значимы, близкие и так далее, выстроить с ними трудосрочное отношение. По поводу того, что вообще получает деньги продажник, риэлторы, маленькие вставления, это все-таки тоже продавцы, да? Профессионализм, безусловно, да? Мы его сможем оценить. Бывает. Профессионализм может уцелить этот профессионал, соответственно, работающий в вашей сфере, например, да? И в этом контексте, например, продукт вы точно знаете лучше, чем я, потому что я недалек от этой сферы. А вот технологически, ну, я думаю, что есть с чем поделиться. Мне, кстати, здесь присутствует один из моих сотрудников. Мне два слова, ребята, которые от меня уходят куда-то, наверное, куда, да? Они не залеживаются, не засиживаются, они востребованы, то есть хорошая зарплата, хорошая должность и так далее. Почему? Потому что умеют вести переговоры. То есть такого специалиста ровно с первой встречи понятно, что он себе представляет. Даже на самом первом этапе, когда он просто пришел на собеседование. То есть понятно, чего другого человека ожидать, что он может дать в компанию. Значит, соответственно, по самым технологиям. Как я уже сказал, мало кому понятно. Не всегда бывает с первого раза интересно. Это надо увидеть. Вы сегодня это увидите, попробуете, по крайней мере. Ну, желающие, да, ну, выйти сюда на сковородочку, да, и посмотреть, как это вот, прочувствовать эту ситуацию. Значит, что такое управленческий переговорный поединок? Значит, двух словах, как это все дело. Появилось в 80-е годы прошлого века. Тогда Таллинская школа переговоров, тогда еще автор технологии Владимир Константинович Тарасов. Он игротехник вообще по своему образованию образовывал. Он искал подходы к тому, чтобы обучить быстро именно руководителя. То есть тогда слово менеджер в нашей стране было непонятным, для кого-то ругательным. Вот задача была в том, чтобы этих менеджеров научиться готовить, как на конвейере, скажем так, да. И основная компетенция, которую обладает руководитель, это именно переговоры. Собственно, поэтому сама технология, да, она называется управленческим переговором. Опять-таки, то есть когда кто-то из моих знакомых рассказывает о том, что Том в этой технологии тоже, видимо, понятно, и, соответственно, моя задача вам было бы объяснить и саму технологию, и ценность, да, и что вы поняли. И, может быть, кого-то это заинтересует насколько, что мы начнем в этом практиковаться. Значит, да, ну такое нестандартное определение, не классическое, да, управленческий поединок – это модель реальной жизненной ситуации. То есть ситуация может быть, ну, допустим, с клиентом переговоры, да, с сотрудником переговоров, с партнером, с родителями, с сокровы. Вся наша жизнь – это переговоры, да, то есть ситуации, которые нужно решать, их масса. При этом есть два формата поединков, это форматы называем классические четырехминутные поединки. На них можно решить реальный факт того, как быстро закладывать инициативу. Кстати, вот мой сотрудник не даст соврать, многие конфликтные ситуации мы на работе решаем именно таким образом, да, и вот у меня один из моих ребят, как-то, наблюдая за тем, как я это делал со стороны, в общем, прокомментировал, в любой непонятной ситуации перехватывал проблем. Вот, но чем-то сделать можно мягко, так, чтобы ваш оппонент даже не почувствовал, что произошло. И любой еще участник, который хочет составить конкуренцию этому мышцному человеку. Пожалуйста, выходите, кто хочет. Нам нужно два участника. Переговоры в одного вести невозможно. Один еще смелый человек хочет. Господа руководители, вот, все, аплодисменты. Вот, смотрите, нам нужно трое судей. Кто готов посудить? То есть дать квалифицированному разговору, кто вам расписался? Вам надо будет очень ближе тогда подсесть. Смотри. Так, ну давайте пока проще сделаем. Вот здесь у нас есть три игрока, которые некоторое время занимаются в клубе управленческих помидингов. Они будут давать обратную связь. Значит, объясняю, в чем смысл. Вот, смотрите, есть кейс, я его зачитаю. Подчиненный уже несколько раз в течение недели отказывался выполнять задания руководителя, ссылаясь при этом в якобы объективные причины. И вот опять присутствие уже других сотрудников, начередное указание руководителя отдела продаж о необходимости связаться с их клиентом по очень важным вопросам, причиненным в лобках, так, чтобы все слышали, сказали вам, это же пред, вы что не понимаете, что этого делать нельзя. Значит, объясняю, что вам нужно теперь делать. Предполагаю. Вы и блок номер один, соответственно, первая фраза у вас. Я, соответственно, засекаю время. То есть после первого рапта вы меняетесь местами, после этого будет первый фраз с стороны графа номер два. Итак, вы готовы? Секундочку. Начали. Я, соответственно, я с вами принимаю, что это вы делаете нельзя. Евгений, я эту задачу вам ставил уже в течение недели. Я правильно понимаю, что вы отказываетесь выполнять задания вашего рода? Отлично, наверное, но вы его не услышали. Вы понимаете, что этого делать нельзя? Есть на этом какие-то причины. Объясните, пожалуйста. Хорошо. Нет? Нет. Он не принимает путь. Он раздражен. У него есть очевидные проблемы. Как это? Понимаете? Сейчас не говори за это. Хорошо. Мне нравится, что вы рассуждаете. Это замечательно. Спасибо. И не переживайте, это со мной не бывает. Значит, второй раунд здесь уже ваш путь. И ваша первая фраза дословно в музыку. Вы производите. Готовы? Начали. Это же бред. Вы что, не понимаете, что этого делать нельзя? Хорошо. Я вас услышал объяснить, почему вы не за это? Дело в том, что я звонил ему каждый день, последние пять дней, по три раза. Я считаю, что это будет просто перебор. Он уже кричиток полностью. Вы когда-то в конкурсе-то сказал, что он просто не брал трубу. Я себя чувствую назойливаю. Если я каждый день, ну по три раза, я считаю, что это зашено, я не согласна. Я написал ему на почту, написал СМС, написал он сам. Но все-таки вместо финансового сообщения прочитано, но никакой реакции не поступило. Как он припадкликнул, вообще нет, не так? На прошлой неделе? Да. Он сообщал, что планирует проект в командировку. Я его не планировал, но не мог вас ослушаться, поэтому я его не планирую. Стоп. Уважаемые другу руки, аплодисменты. Так, пожалуйста, не уходите. И дождемся судейского решения. Когда судьи будут готовы, они встретятся с самым взглядом. Все готовы, да? Первый участник, второй участник. Все судьи готовы. И одновременно поднимаем карточки. Чуть больше аплодисментов игроку номер один. И, пожалуйста, обратную связь, начиная с судьи и справок. Мужчины задумались, кто-то из них принял решение, сейчас важную свою жизнь, выйти вот сюда. Пожалуйста. Но у нас не состоится повединок, если не будет еще одного игрока. А мы не продвинемся дальше, если мы его не отыграем. Назначьте кого-нибудь. Все, Катерина. Почему-то вот я понимал, что вот эта пара, которая должна была сюда выйти. Ну, давайте попробуем еще разок. Значит, на этой стороне игрок номер один. Игрок номер два. Я еще раз его объясню. Значит, эти коллеги один раз были на занятиях. Сейчас. Настречу выпускников отличница похвастывает, что постоянно обучается на различных курсах и тренингах. По ее словам, это позволяет поддерживать необходимое для полноценной жизни внутреннее состояние. Троечница, добившаяся после окончания университета значительных карьерных успехов, едко заметила. Как правило, это крылья неудачников. Ситуация понятна? Значит, игрок номер один воспроизводит первую фразу дословно, после этого уступает переговоры игроку номер два. Начали. Ситуация понятна. Ситуация понятна. Стоп. И, пожалуйста, второй раунд. Начинает игрок номер два. Первый фразу в вашем начале. Я помню, как ты все время училась, училась. Если мне на одну нашу встречу не так делать, даже сейчас встречи с этой снимками и посещаешь, расскажу, что моя ситуация полностью противоположная. Я жгу, кто это живет, я не хочу, не нужно, давайте работать, уже что-то делать. Я занимаюсь, в принципе, мне нравится. Ты шеф и занимаюсь, пожалуйста, и сейчас я хочу. Ты же по вкусу вообще. Да? Я могу сидеть на море и заниматься в бизнесе, могу читать, что хочу. Сейчас дни статус. Не надо платить за работой, убежать от себя. Нет, надо друг друга. Я могу с тобой разница в карьерном росте, показывает, когда придется к конкурсу, куда у меня мое отношение к жизни, к чему. Нам нужна карьера, потому что мы будем. А карьера через вход, через 50 лет. Стоп. Уважаемые судьи, примите решение. Встретите со мной взглядом. Готовы, да? И одновременно поднимаем карточку. Чуть больше, чем по 10 метров, игроку не гордан. Практически все то же самое, что сказал игрок-набир. Судья. Судья и игрок. Мне показалось, что все диаметрально как противоположно, однако с чем я вынужден согласиться. Классическая битва аргументов. И с той стороны были очень интересные аргументы, как явлены. И игрок номер один и игрок номер два пытались оправдываться. Как я понимаю, вы сегодня не встречете эту полезную информацию, что оправдываться нет смысла. Сказать да, это так, и что-нибудь придумать новое, или изменить картину мира противоположного игрока оправданием в любом случае, практически в любом деле, звучат не очень выгодно. Что касается игрока номер два, очень грамотно, четко отвечала на аргументы игрока номер один. Но мне показалось, что игрок номер один был немножко более уверен. Поэтому я отдал победу. Спасибо большое. Я поздравляю вас за переговоры игрока номер два. Как мне показалось, игрок номер один был более неуверен и нервничал. А игрок номер два более конструктивно отвечал на вопросы, пусть даже на оправдание. Но как-то было немножко чувство собственной уверенности. Мне показалось так. Суть уверенности. Хотя бы оправдание было. Спасибо. А, вы хотите два слова, да, пожалуйста, наблюдение со стороны опытного игрока? Я не опытный игрок, я вообще в другой сфере. Практикуясь на переговоры. Вопрос не в этом. Вы знаете, а мне показалось вообще, спорт двухсклочный. Я абсолютно не обнаружила здесь методы управленческой борьбы. Не было суть. Вот собрались две сороки, извините, не к вам. Я образно говоря, да? И каждый год друг на друга. То есть не было, мне так показалось, что не было вот того ведения переговоров, как управленца. Вот я про что. Спасибо за ваше мнение. Секундочку. Не находите, пожалуйста, прокомментирую пару слов со своей стороны. Работает? Один, два. Да, придите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Я нарушила сильно, да? Очень тороплюсь. Поймите, пожалуйста. Ждут клиенты. Я специалист по недвижимости. Ждут уже целый час. Вы представляете? Прилетели с Мурманска. Времени нет вообще. Вы когда-нибудь квартиру приобретали? Лейтенант ГИБДД. Я знаю, что я нарушила. Лейтенант ГИБДД. Прошу, поймите. Войдите в ситуацию. Люди нервничают. Я нервничаю. Вы видели, какая пробка? Хорошо, что мы только в машине протоколчим. Подождите, мы можем как-нибудь по-другому разрешить этот вопрос? Понимаете, вы сейчас будете оформлять протокол. Это еще займет минут 15. Времени нет. Вообще. Если вы позволите, я могу вам пригодиться в вашей жизни. Возьмите, пожалуйста, мою известенную карточку. Могу помочь вам в любом вопросе недвижимости. Хорошо. Вы симпатичны. Я чертожки привлекательны. Состою протокол в машине. Ну вы же человек. Вы войдите в роль. Пожалуйста, войдите в ситуацию. Очень нужность. Вот если вы мне еще позволите прямо тут развернуться перед вами, я вас буду помнить по гроб жизни. Это уже сверху на гости. Хорошо, давайте поговорим все так. Вы сейчас уезжаете, делаете свои дела и возвращаете. Моя визитка уже у вас. Поэтому в любом случае до этого момента вы подумайте. У нас есть прекрасные возможности и приобрести недвижимость, и заработать. Я вам приеду, все расскажу. Спасибо большое. Спасибо большое. А знаете, как вам дождь употребляет? Уважаемые судьи, вы не выбираете того, кого вы направляете на переговоры, но я вас попрошу дать обратную связь, поделиться своими наблюдениями. Пожалуйста, мы оцениваем только ременера в данной ситуации. Что вы заметили? Очень интересная игра. Просто искрененно, зажигательно. У инспектора ГИБДД не было никаких шансов. Ощущение того, что вы не чувствуете себя комфортно, у меня осталось. Значит, следующий момент. За что побороться? Съехать со штрафа, с протокола, я бы это сделал. Я бы тоже попробовал. Понятно, что мужчины это делают совсем по-другому. То есть у нас принято уговариваться. То есть мы делаем предложение, готов, не готов. Что сильно большое грех на мне? То есть штраф никак по-другому, все окей. Все, понимаем, все, начинаем. Ну и дальше вступаем в контакт. В вашей ситуации, да, было сделано круто. У вас попался, в принципе, человек, который готов, собственно, пойти вам на встречу. Окей, штраф не сейчас, а что, да, сроченный штраф. Но можно, например, что добавить. Я бы это сделал, скорее всего. У вас круто получилось повестить его в рот человека. То есть не просто человек при исполнении обязанностей, а как человек с человеком. Когда мы повещаем абонента при, ну, сама ситуация, да, располагать, он при исполнении должностных обязанностей. Вы, соответственно, у жителей. Он не может ничего с собой сделать. Тем более вот такой сотрудник, который перед вами. А вот когда человек-человек, договориться, шанс есть. Можно попробовать продвинуться дальше в этом этапе. То есть когда человек-человек, сделать ему комплимент. То есть не просто я решил задачу. То есть там задач несколько. То есть можно съехать с штрафа. Следующая у нас задача по кейсу идет. Вручить визиту. А перед этим можно еще промежуточные задачи себе сделать. Выяснить, например, что-то у него. Садок, садок. Да, создать вот эту полезность, чтобы вот у него самого заинтересованность этого возникла. Может быть на каком-то этапе ему интересно было бы вам рассказать, ну, там, не знаю, там, про свои жилищные условия, про какие-то планы, про то, что, ну, если он, допустим, богат на свои должности, есть липсдшник, который хорошо зарабатывает. У них есть задача, а свои деньги выгодно инвестировать. Но так, чтобы им за это ничего не было. Подсказку дали, да. А есть те, которые, ну, как в свое время, там, товарищ Сударков показывал на телесценке, да, то есть настолько честно, что у него этих денег вообще нет. И в этой ситуации он тоже может сделать предложение. То есть у него тоже, скорее всего, есть, да, недовольное особо много или довольное, но не всем. Ниже в площади, например, да, может быть, у него дети есть, может быть, у него расширяться планируется, может быть, у него еще ищут кому-то, может, друзей этот интерес есть. И, соответственно, то есть вы, когда входите в контакт, ну, очень комфортно с вами хочется разговаривать, да, что прям чувствуется, да, эмоциональность, это безусловно, очень доброжелательно общаетесь. Возникает ощущение доверия. Например, попробовать что-то выяснить и предложить. А если у вас, может быть, знакомых, у кого-то, раз уж мы все равно с ума свелом, и время мы сейчас немножко потратим на составление этого протокола, то мы с вами взрослого, а может быть, кому-то нужно помочь. И скуплю грех примерно вот так. Ну, а там видишь, может быть, второй заход на то, чтобы съехать с протокола. Все, спасибо. Спасибо. Значит, коллеги, хочу поделиться еще таким интересным наблюдением. Вот у нас здесь сегодня три блюда. Первое блюда было, соответственно, управленческие поединки, управленческие триголовные игры. И, соответственно, я обещал, меня попросили, и мы это сделаем вот немножко про технологии администра. За поговорить. За справедливость. За справедливость, да. А у производителя им не так свои представления о справедливости, да. Вот. И то же самое администраторы, предприниматели. Почему у них конфликт возникает? Потому что администратор за правилом, а предприниматель за возможности. А возможности, как правило, они не имеют. Легкоинка, вот еще никто не прописал. Вообще непонятно, сработает это или не сработает. Понятно, да? Не могут они говорить о другом. Но я вам хотел показать короткий отрывочек на то, для того, чтобы определить будущую резкую компетенцию. Ага. Слушайте. Подсаживаются. Подробнее про клуб. Но, смотрите, клуб появился следующим образом. Когда я приехал в Калининград, я приехал из Новосибирска год назад. И душа-то уже привыкла к этому постоянному переговорному фигурсуфу. А этого здесь, к сожалению, нет. И мы с моим товарищем договорились, что он у меня будет. Но не у меня. Кто из нас, у кого это? Большой вопрос. То есть мы распределили функционал следующим образом. Он будет руководитель регионального отделения. Я просто буду тренером. Жизнь все поменяла. То есть он приехал, уехал, я остался. И, в общем, потребность в том, чтобы обучать региона своей, соответственно, самому информирую она осталась. Если стоит, например, вопрос, а где я занимаюсь, я тоже занимаюсь клубом. У нас есть закрытый клуб. Но закрытый не в том смысле, что он не функционирует. Просто танцы над клубом. Это вот чемпионский регайон. То есть я, соответственно, тренируюсь с ребятами, которые в этом случае уже достигли определенного прогресса. Это тоже регулярная история с какой-то целью. Для того, чтобы поддерживать постоянно высокую переговорную форму. Только для вот этих целей. Значит, у нас в Камениграде изначально я организовал клиент для своих сотрудников. Теперь, ну, соответственно, как у людей стало больше, желающих больше, да? Соответственно, есть площадка на Октябрьской госе. Это у нас союз профессиональных бюлеров. То есть каждый вторник, иногда в четверг мы проводим занятия 3, 3,5 часа, разбираем все эти ситуации подробно. Сегодня, кстати, будет тоже занятие, в принципе, желающего присутствовать. И будет еще один или два группы, на которых мы будем разбирать только управленческие поединки. Кому необходимо как-то свои компетенции подкачать, прокачать безопасно. У нас принят обратный связь давать очень конструктивно, развернуто, соответственно, два-сто полтора раза, вы уже начинаете это все подхватывать. Не для жизни. То есть кейсов, когда люди просто позанимались несколько раз, и что-то у них стало меняться в жизни, их очень много. Можно пообщаться с такими людьми. Еще раз повторюсь, все ребята, которые у меня работали, которые устраиваются очень хорошо, очень быстро, быстро грудная руководящая должность, в том числе, именно потому, что он получает этот курс. Он практически нигде по-другому не наработает. Вот и словно, так скажем. То есть курсы, это замечательно. Не надо получать навык, надо уметь это применять. Это оружие, то есть оно должно стрелять правильно, по цели. То есть сначала я стреляю, а потом оно как-нибудь там попадет, да? То есть по технологии то все делаем, ну под задачей. Ну, коротко вот так, что ты еще добавляйте, но так. Я хочу вас всех пригласить в клуб. У нас есть в институте всякая группа. Телефоны написали свои. Я, наверное, сегодня присоединил к вас. И есть возможность сегодня прийти, посмотреть, кто захочет и смело поучаствовать. 18.30, октябрьская 18. 8, 8, 6 этаж. Приходите. Я думаю, что это будет просто супер для вас, для развития навыков, для того, чтобы достигать свои цели, быть востребованным. Стоимость? А, стоимость у нас 1 тысяча рублей. При том, независимо от того, кто будет там, участник, зритель или судья. Есть возможности побыть ей судьей, посмотреть, оценить других. Это тоже очень важно. Вы с ней будете различать и понимать то, как вы можете развиваться дальше. Спасибо большое. Коллеги, если у кого-то есть необходимость завтра в момент мероприятия пообщаться, можете подойти и подойти на 12 вечера. Большое спасибо, что пришли. Спасибо вам.